Аплодисменты 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 Значит, это вице-президент, начальник управления коммуникацией, пресс-секретарь президента Банка Открытия. Бурные аплодисменты. А сейчас вы будете аплодировать еще сильнее, когда узнаете, что это абсолютный наш коллега, начиная с графы образования, потому что закончила Ленинградский государственный университет по специальности журналистика. А дальше я даже не буду перечислять, как назывались должности, я перечислю несколько изданий. Если где-то ошибусь или упущу, вы тут же меня поправите. Комсомольская правда. Профиль. Бизнес-вик. Известие. Стоит аплодировать. Банк, пресс-служба. Это уже работа в качестве связи с общественностью, пиар. Пресс-служба Банка ВТБ-24. Кто его не знает, может не хлопать. Остальные могут похлопать. И, наконец, Банк Открытия и та должность, которую я вам сейчас озвучил. Редкая возможность, особенно для тех, кто видит свое будущее в сфере медиакоммуникации, с большой буквы видит свое будущее в сфере медиакоммуникации, пообщаться с человеком, который состоялся именно в этой, казалось бы, новой профессии, но рожденной такими людьми, как наш сегодняшний гость. Я вам сразу передаю, ну как сразу, сказав уже пять минут сам, передаю слово и очень надеюсь, что вы максимально полны, насколько это можно. С профессиональными секретами со всеми ознакомиться нельзя в силу временных ограничений, в силу того, что специалист всегда маленький секрет себе оставляет. Но все-таки то, что можно сегодня озвучить, и вы считали бы важным озвучить, было бы очень приятно и полезно каждому из нас. Под ваши аплодисменты. Коллеги, добрый день, спасибо большое за такое представление. Каждый спикер думает, с чего бы я начал, наверное. Начала бы я с того, что не так много крупных компаний в России, не только среди банков, но и вообще, где объединены коммуникации, где объединены внутренние и внешние коммуникации в одном подразделении. И это, я считаю, для нас прорыв, потому что все самое интересное в нашей работе, значит, в силу специфики нашей работы, оно находится на стыке. В ТБ-24 был второй по величине розничный банк, где мы практически с нуля создавали пресс-службу. Сначала это была просто пресс-служба, потом пресс-служба была преобразована в управление внешних и внутренних коммуникаций, подцепив коммуникации, отобрав коммуникации от ИЧАРов. ИЧАРы нам на протяжении всего этого времени простить не могли такого покушения, но, в принципе, потом они поняли, насколько мы были правы. От работа в 12 лет в коммуникациях в банке ВТБ-24, команда во главе с Михаилом Михайловичем Задором, менеджерская, ушла на новый проект «Открытие». Отдельно вам о нем рассказывать, пожалуй, не стану, но скажу, что структура коммуникаций в банке «Открытие» сохранена. То есть мы работаем вместе с пиаром и со внутренними коммуникациями. И все, что происходит внутри банка, снаружи, все наши реакции внешние на новости извне или те новости, которые мы транслируем вовне, они тут же транслируются во внутренних коммуникациях, в данном случае на портал. Вот недавно была очень большая пресс-конференция шефа, в принципе, в каждой большой компании самое большое пиар-мероприятие – это отчетная пресс-конференция руководителя. И вот несколько дней назад была отчетная пресс-конференция по году работы банка, и она у нас велась в онлайн на портале. То есть ребята из внутренних коммуникаций ввели на портале репортаж о том, что говорит шеф, при всем том, что пресс-релиз мы распустили чуть позже. И таким образом сотрудники наши, они узнают новости очень часто быстрее, и наши главные внутренние новости быстрее, чем те, кто узнает новости извне. Поэтому мы не разделяем, и я считаю, что вы, как специалисты, в перспективе, может, придете и к нам работать, придете работать в любую другую компанию, где соединены коммуникации. Вот вы, когда идете, да, уже настанет такой момент, когда вы будете выбирать свою работу, вы будете выбирать какие-то места интересные для вас. Давайте сразу вопрос не об оплате, а как устроены, как работают коммуникации в данной, в данной компании, потому что, исходя из этого, вы будете или не будете наживать, наживать опыт, вы будете, так сказать, будет вам интересно работать в компании или нет. Ну вот это вот мое вступительное слово к вам, и дальше я надеюсь на вопросы, потому что я так понимаю, что, вернее, не очень понимаю, что вам может быть интересно в коммуникациях. Могу рассказывать много, но лучше все-таки отталкиваться от ваших вопросов, чтобы понимать, что вас интересует в коммуникациях современной, большой, продвинутой компании на сегодня. Так, вопросы, да, давайте, у меня тоже были вопросы, но раз уже в зале созрели, давайте. Добрый день, меня зовут Полина Трифонова, студентка четвертого курса направления журналистика, и, на мой взгляд, самая интересная часть вашей биографии – это то, как вы ушли из журналистики и пришли в медиакоммуникации. Вот мне интересно, как случился вообще этот перелом, и почему вы это сделали? Ну, в жизни, наверное, значительно, не буду говорить, большей части журналистов, рано или поздно приходит такой момент, когда ты делаешь выбор между журналистикой и пиаром. Конечно, можно всю жизнь работать в журналистике, это тоже классно. У меня произошло это так, я работала в журнале «Профиль», это издательский дом Родионова, было три журнала «Бизнес, Вик», «Карьера» и «Профиль» в издательском доме Родионова. Это бизнес-направление такое. И в какой-то момент, как это часто очень бывает в редакциях, ушел с работы главный редактор Георгий Бофф, может быть, кто-то его и знает, слушает, это обозреватель известный, известный журналист. Он ушел в один день, как это часто бывает, прощается с редакторами. Как я могу судить, по прошествии уже многих лет, это было в 2007 году, в один день. И очень часто же бывает так, что компания журналистов, которая приходит с тем или иным редактором, она с ним и уходит. И мы как-то были уверены, что Бофф очень быстро найдет себе работу, этого не случилось. И тут параллельно меня позвали в пиар работать, в большую компанию американскую, международную, называется 3M, вы, очевидно, ее знаете, вот стикеры, бумажки клеющиеся, там, я не знаю, пломбировочные материалы, такая диверсифицированная. Бизнес у нее был. Они меня позвали в пиар. Мне там очень не понравилось. Я проработала месяца полтора, может быть, два, и сказала, ребят, спасибо, я ухожу. И в этот момент меня позвали в банк ВТБ-24, бывший редактор газеты «Известия», где я работала до этого, Михаил Михайлович Кожокин, он был зампредом правления банка ВТБ-24. Он позвал меня в пресс-службу, возглавить пресс-службу. Сказать вам, что мне было легко, я не скажу, и что было тяжело, мне было очень тяжело, потому что происходит, я не была финансовым журналистом. Я вообще имела весьма приблизительное представление о том, как работает банковская система и с трудом отличала дебет от кредита, скажем так. Я писала на социальные темы, я была специальным корреспондентом, мне было очень сложно работать в пиаре, наверное, раза три я пыталась написать заявление об уходе. Но как раз в это время, как журналисты моего поколения судят, знаете, не очень хорошо все было в журналистике. То есть идти в журналистику, возвращаться, вообще было практически уже некуда. Комсомольская правда была не той, известия были не теми, и по сути дела я оказалась в какой-то мере загнанной в угол. Но потом я, в принципе, ожила, мне стало нравиться, я поняла, в принципе, работы пиар, то есть я училась, собственно говоря, на собственном опыте, делала свои ошибки, мы создавали свой пиар. В принципе, вы знаете, по результатам работы пресс-служба банка ВТБ-24 неоднократно признавалась лучшей пресс-службой среди банков, чем я и горжусь. Потому что все мы, знаете, как-то были и не были такими финансистами до мозга костей, все, большинство из нас было журналистами в прошлом, и это нам очень помогло общаться с журналистами нашего пула, с которыми мы работаем и сейчас. Они же, в принципе, те же самые, только по кругу ходят. А пиарщик с журналистским прошлым, он как-то отличается просто от пиарщика? Вы знаете, мне сложно судить, потому что я вот как-то на своем творческом пути не встречала пиарщиков чистой воды. Я работаю с пиарщиками, которые в свое время все ушли из журналистики. Поэтому что такое за зверь пиарщик чистой воды, я не знаю, даже когда ко мне приходили студенты из вышки, а я с огромным удовольствием всегда беру студентов, потому что, во-первых, они хотят учиться. В большинстве я с вами, кто не хочет, тех не берем. Им интересно, они растут, быстро уходят, но они очень многое приносят в работу при службе. Я не встречала, были коммуникаторы, были финансовые журналисты, а вот пиарщиков в чистом виде нет. Поэтому не знаю, я уже сказала вашим коллегам на входе, что мне кажется, что все-таки в пиар надо идти, имея журналистский опыт. Хотя могу и ошибаться. А вот вообще продолжение этой темы, она на самом деле очень серьезная. Сегодня можно говорить о чистой профессии, ну и в таких терминах уже будем простых, да? Чистый журналист может существовать в природе? Или чистый, вот пиарщик вы уже почти ответили, может ли существовать чистый пиарщик? Чистый некий специфик, он знает какие-то некие специфические знания, никак не связанные с тем, чему обучаются люди на направлении журналистика, например, телевидения. А журналисту совершенно неинтересно и не надо обладать какими-то компетенциями, которые связаны с выстраиванием коммуникаций, с анализом медиасреды и так далее. Вот чистота профессии, грани, где начинается одна, заканчивается другая. Или может уже надо говорить об интеграции профессии? Ну надо говорить вообще сейчас, я считаю, о профессии коммуникатора. Ну может быть, знаете, как журналист чистой воды, ну в моем понимании теперь уже пиарщика и человека, но не люблю это выражение, находящегося по ту сторону баррикад, он существует в информационном агентстве, который сидит и быстро пишет там, и быстро пишет в ленту. Вот это, наверное, такой журналист, чистая порода журналиста, потому что, вы знаете как, наше же сознание очень сильно изменилось, так сказать, схождением в нашу жизнь социальных сетей. И социальные сети, я считаю, как активный пользователь социальных сетей, там активный, я не знаю, тусовщик в социальных сетях, я считаю, что социальные сети, они убивают журналистику сегодня. Ну как бы и плохо не приходилось журналистики, но вот это очевидный факт, потому что люди привыкли читать маленькие тексты, ты в маленький текст должен заложить большое количество информации, полезное этому человеку, и вообще в принципе чистая какая-то порода, она подразумевает, ну я имею в виду пиарщика или журналиста, она подразумевает некую замкнутость такую в себе, это замкнутая такая система, то есть я такой журналист ради журналистики, пиарщик ради пиара, а мы, люди, которые работают в бизнесе, мы заточены на клиента, на свою целевую аудиторию, на потребителя. И когда ты что-то делаешь у нас уже, у тех, кто работает в бизнесе, у тебя так вот все вышло, а что я с этого буду иметь, что будет иметь моя компания, что будет иметь с этого мой клиент. И поэтому ты все время думаешь, моему клиенту неинтересно, допустим, если этот клиент журналист, да, а не там же клиент банк, совершенно неинтересно прочитать, что там, я не знаю, банк такой-то, банк ВТБ-24 оказал спонсорскую помощь детскому дому, там, я не знаю, в размере 100 тысяч рублей. Ну тебе скажешь, ну ты молодец, ну, собственно говоря, оказал, оказал, сиди молчи, никому твой пресс-релиз не нужен. Людям за пределами нашей компании и вообще интересны проекты, людям интересно то, в чем они могут сами поучаствовать. И поэтому эта ситуация заставляет тебя мыслить комплексно, а не, я не знаю, там, осуществлять, допустим, ковровые бомбардировки пресс-релизами всех СМИ, которым это не нужно, которые, я не знаю, вообще в жизни не писали о банках бесплатно. И так, и так. То есть, понимаете, как, вот у нас пиар бесплатный в банке, вы не поверите, мы никогда никому ни за что не платим. Точка. Мы натасканы на то, чтобы создавать свои информационные поводы. Информационный повод может быть совершенно разным, в том числе и с выгодой для бизнеса. Вот вам приведу пример. Приходит к нам сбор. Ну, вы знаете, кто такой сбор, сборщики долгов, отдельный департамент в банке. Говорят, ребят, помогите, что-то плохо у нас в регионах, долги отдают. Ну, вот что ты будешь делать, как пиарщик? Говорить, нехорошо, там, не отдавать долги банку. Давайте, товарищ, там, платные публикации организуем в региональных СМИ, а давайте отдадим долги. Первое правило пиарщика, когда тебе совсем безвыходная ситуация, открой календарь, посмотри, какие даты. Вот просто когда уже совсем никуда. Мы открываем календарь, смотрим, и на наше счастье у Асанна, там, через месяц, профессиональный день, не коллектора, а кто собирает долги. Как? Пристав, да, день пристава. Мы думаем, о, как нам повезло, но это же еще не все. Мы сидим, чешем репу, как же нам сделать? Мы говорим, дайте-ка нам, пожалуйста, списки в регионах наших одноосновных должников. И нам выкатили списки, там, в Екатеринбурге столько, в Нижнем столько, в Нижнем столько. Ну, ничего, и тут прям нас, знаете, как, я не знаю, у нас чакры открылись. Мы говорим, а давайте мы поздравим с днем налогового инспектора наших должников. Мы быстренько рисуем открытку, она такая двусторонняя. С одной стороны, там дверь, открываешь, такой стоит коллектор с цветочками. Уважаемый Вася Пупкин, поздравляем вас с днем коллектора. Заплати долги, спи спокойно. Никаких угроз, вообще ничего, просто пошутили. Вы знаете, в Екатеринбурге у нас после того, как мы поздравили, ну, естественно, журналистам мы тоже рассказали. Просто так мы это все делали. Открыточку показали. Самое интересное были результаты, когда сбор в таких самых болевых точках, ну, так сказать, стал на свои исходные позиции. То есть люди правильно поняли юмор банка и отнеслись к этому, так сказать, с должным уважением. И вот так вот не в лоб, а в чем задача пиара, в принципе, это реклама в лоб. А пиар — это и так, и эдак, и так, чтобы было интересно, и так, чтобы не было скучно, и так, чтобы было остроумно, и еще желательно за бесплатно. Вопросы есть? Тогда я уточню. Вот момент, который вы обозначили, о том, что все равно сложен был переход. Вот социальная журналистика, тем более все равно закончили журфак, 11 лет в профессии, вы уже отравлены были вот этим вот ощущением своей ленской справедливости, социальная журналистика к этому. И вдруг оказавшись, я все-таки произнесу это слово по ту сторону баррикад, вы не испытывали ли ломку психологическую? Потому что несколько все-таки одно дело, ты за правое дело, а тут ты должен все время выкручиваться, что-то придумывать, оправдывая свою должность и деятельность. Нет, ломки не было. Ну, именно из-за того, что я по другую сторону баррикад. И знаете почему? Потому что я очень хорошо знаю специфику работы журналистов. И когда я ушла, ну, у меня уже был, ну, как сказать, все же, ну, все, многие журналисты знают друг друга. Кто куда ушел, почему, кому ты ушел, с кем ты работаешь. И вот журналистский круг отнесся к моему переходу в пиар с пониманием, а потом и с уважением, когда мы стали показывать результаты. А банк, вы понимаете, а какая разница, где ты работаешь в банке, если ты профессиональный пиарщик? Почему я должна испытывать какой-то стыд от того, что ты работаешь в банке? Банки сегодня, я вам хочу сказать, именно, ну, не только российские банки, но в России. Да, они же очень технологичные. Это передовая вообще часть экономики, я вам хочу сказать. Потому что, так как работают банки в России, на каких платформах, как они работают с клиентами, какие они предлагают услуги, я вас уверяю, если кто-то из вас, ну, пользовался или будет пользоваться, ну, услугами банков за границей, и в Швейцарии, и в Германии, и в Испании, посмотрите, наши не хуже. И вот за отрасль тебе совершенно не стыдно. Знаете, когда ты переживаешь еще какие-то моменты, очень острые общения с клиентами, и ты понимаешь, что иной раз за тобой стоит банк. У меня был такой случай, когда, может быть, вы видели, слышали, когда ипотечные заемщики, валютные, после того, как обвалился рубль, и они попали в кабалу своих ипотечных кредитов, когда у них там выплаты сразу увеличились в разы, они, как это лучше сказать, устраивали пикеты около банков, и не только около нашего. И тебе приходится общаться с коллегами, с клиентами напрямую. И получилось так, что, а кому общаться с клиентами? Бизнес не хочет идти, потому что, ну, как сказать, это политика. Почему мы? Есть коммуникаторы, есть пиарщики, которые должны выйти. Вот, кстати, головной офис банка, ВТБ-24, который, ну, я не знаю, вот раза в полтора больше нашего зала, весь заполненный нашими ипотечными заемщиками, которые приехали на инвалидных колясках, с детьми на руках, которые кричат, вы обманщики, там у вас на мыло, давайте сюда, президента банка, еще что-то. И ты выходишь, ты общаешься с ними, у тебя пот по спине течет, потому что думаешь, что тебя сейчас разорвут в какой-то момент, понимаешь, что ты, что вот за тобой банка, перед тобой твои клиенты. Ты понимаешь, вот не зря работала, когда они слушают тебя, и с людей спадает агрессия, ты выходишь и думаешь, о, день прожит, не зря. По поводу, друзья мои, вопросы есть? Если что, руками-то поможете, немножечко они тут, по-моему, на тему ушли, как банка, все, цифры, они, немножко, приходить в сознание. Меня зацепила все равно эта фраза, потому что я все равно опираюсь на опыт работы здесь, и я вам стопроцентно говорю, что работать без вливания, без денег в редакцию, без приноса невозможно. Здесь у нас какие только акции банки не пытаются сделать, но я вижу, я сама так же была, и вот что вы посоветуете, может быть, тогда? Да, ну я поняла, часть услышала, что это все-таки создавать информационные поводы. Понимаете, можно работать, ну, во-первых, ты же хорошо знаешь конкурентов на рынке, среди банков, если мы говорим. Кто-то медлителен, кто-то вообще не отвечает на запрос, а ты отвечаешь всегда по делу и, так сказать, соблюдая дедлайны. И журналисты рано или поздно просто вот будут обращаться к вам всегда. Да, это не с сегодняшнего дня, а может быть, с завтрашнего и через неделю. То есть о том, что вы говорите, мне говорил каждый наш региональный пресс-секретарь, когда я приезжала в регионы и собеседовала на позицию пресс-секретаря во всех федеральных округах, еще в ТБ-24. То есть мы создали сначала пресс-службу в банке, а потом мы создавали институт региональных пресс-секретарей. И любого пресс-секретаря, ну кандидата на нашу позицию в одном из восьми федеральных округов, каждый говорил, невозможно работать без денег. И вы знаете, все великолепно работали, и весь пул практически пресс-секретарей, которые были у нас в ТБ-24, работали с нами 10 лет, ушли с нами в открытие. Хотя проект сложный, новый, не такой большой, с абсолютным умением и уверенностью, что они будут работать и работают бесплатно. Анна, можно вас переключить сейчас, вернуться все-таки на несколько лет назад к журналистике? У нас здесь начинающие в основном журналисты сидят в начальной курсе. Может быть, несколько советов, как перебороть себя перед интервью первым, или какие-то ваши личные потрясения. Вот какой-то, приоткрыть какую-то свою историю, потому что мы немножко закрыты из-за того, что мы, мне кажется, боимся еще, да? Они такие, смотрите, он сидит. Они боятся всех. То есть вы пришли на журналистику и боитесь задавать вопросы? Или вы все в газете собираетесь работать, в наушниках сидеть, писать в лентах? Я не знаю, знаете, я же не могу сказать, что это не страшно. Да, страшно, но школа журналистики мне очень многое дала в плане общения и отношения к авторитетам. Я на равных разговариваю везде и всегда со всеми. У меня нету подобострастью, тут коллеги присутствуют из банка. Это мне очень помогает, я такой диссидент первой волны. Я не, мне все равно, с кем я разговариваю, я не знаю, с президентом банка, с президентом Сбербанка, я не знаю, с министром. Надо, наверное, в этот момент подумать, что человек, с которым ты разговариваешь, как журналист, очень сильно волнуется тоже. И делает вид, что ему не страшно, а на самом деле очень переживает, когда говорит журналистам. Ну, это единственное, что я могу посоветовать, но это с годами, наверное, не сразу такое осознание приходит, но мне кажется, что очень помогает. Представить себе, как он волнуется. Спасибо. Ну, давайте хотя бы поаплодируем. Вот вообще, есть такая большая проблема, сейчас вы микрофон несете, да, пока. Есть вообще, говорят, очень большая проблема современного общества, вот после вопроса, считайте, что это следующий вопрос. Это проблемы коммуникаций, вплоть до того, что специальные курсы, тренинги сейчас организуются для того, чтобы как-то человек, простите, и соцсети сыграли тут свою роль, наверное. Вот, если можно, вашу позицию по поводу того, почему и что случилось в обществе, что требуются специальные тренинги, чтобы отработать вообще навыки минимальных коммуникаций, если таковое случилось. То есть, с вашей точки зрения, я к тому, что и здесь вот мы традиционно, вот видите, нам нужно время, чтобы раскачаться, чтобы снять с себя пелену, там, волнение и так далее. Кто-то уже снял, готов задать вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, студентка первого курса. И мой вопрос следующий. Вот какие, по вашему мнению, качества необходимо развивать в себе специалистам будущим, чтобы работать в данной области? Как положительные, так и какие качества не должны быть ни в коем случае для успешного осуществления свидетельности? Вот честно, очень плохо студенты пишут, они очень плохо связывают слова в предложении. Ну, вы же спросили, я отвечаю. Очень плохое знание стилистики. Иногда кажется, что люди не читали книг, это я говорю про студентов из Школы экономики, что они не то, что там художественную литературу не читали, хотя читали, наверное, тоже. У них калькированная речь, как бы в переводе с английского языка. Да, дайте, пожалуйста, мне книгу, вот это вот какое-то, как и в разговорном языке, так и в письменном. Это мои такие обоснованные претензии. Мы не можем найти людей, которые хорошо бы писали. Это сегодня среди студентов, выпускников, вышки, журфака, я не знаю, ну любой вуз возьмите, который готовит пиарщиков на сегодня. То есть доходило до того, хотя мне кажется, что это, в принципе, стыдно, когда мы берем людей на работу и даем им распечатку текста, какой-нибудь предложение. Знаете, как в школе, там, в первом классе, когда надо расставить запятые, поставить там АО, еще что-то, я не знаю, там, вот на этом уровне, понимаете. Это раз, это такой уровень первый. Второй уровень моего взгляда, как работодателя на современных студентов, они слишком себя переоценивают. Когда приходит к тебе сразу после вуза устраиваться выпускник вышки и говорит, я хочу вот такую-то зарплату. А почему ты хочешь такую зарплату? Ну я же из вышки. А что ты умеешь? А я научусь. А почему ты хочешь на эту именно зарплату учиться? Вы знаете, разные были случаи. Запомнился больше всего один, когда пришел ко мне студент, который заканчивал бакалавриат и сказал, возьмите меня на любую зарплату. А я ему говорю, а если это будет 18 тысяч? А он говорит, а мне все равно, я учиться хочу. Ушел он от нас, когда он закончил магистратуру. Это была одна из звезд, которые зажглись в прислужбе тогда еще банка ВТБ-24. У него очень хорошая карьера. Он ушел, повторюсь, у нас потом возглавил пиар сразу же связного на чек, который хотел учиться. Люди приходят к тебе на работу с полным желанием получать хорошую зарплату ни за что. Поэтому вам мой совет, когда вы выберите, куда вы хотите идти. Не то, чтобы вы говорили, что готовы работать бесплатно, но когда вы скажете, что я хочу учиться, то к вам более лояльно будет относиться ваш работодатель, нежели к распайцовке, скажем так. Что касается социальных сетей, опять же, вернемся. Вот понимаете как, помимо того, что вы должны уметь говорить, вы должны уметь писать. Не всегда это связано, бывают люди просто потрясающе безграмотные, но хорошо говорят. Но в нашем деле это не подходит. Я, допустим, заставляю себя писать на фейсбуке посты раза три в неделю на разные темы. Если захотите, приходите в друзья, посмотрите. То есть никакие не рекламные, не пиар-посты, а вот именно чтобы держать свой мозг, так сказать, ну я не знаю, в активном состоянии, и чтобы не потерять умнение формулировать и писать. Это очень дисциплинирует. Ноу-хау, как хотите. А я забыла, а наш вопрос следующий какой? А кстати, вот очень многих сегодня интересует. Вот присутствие в той или иной крупной компании, оно привносит какие-то ограничения на выражение своей позиции в социальных сетях? У некоторых компаний вообще есть прямые запреты? Да. Вот как это у вас, и как вы на это вообще смотрите? У нас, ну я бы сказала так, что у нас очень свободно. Я знаю, как в разных банках по-разному к этому, и в компаниях в принципе. Есть, безусловно, некий этический кодекс, который прописан в компании. Это не, ну, этический, у нас в данном случае это правило пользования в социальных сетях. Потому что мы все-таки закрытая организация, мы не можем, допустим, распространять информацию о клиентах. Мы не можем, ну, то есть выдавать какие-то тайны. Ну, в принципе, у нас там раз, два, три. Не распространять ложную информацию, не, я не знаю, там, не наводить панику на финансовом рынке. То есть, в принципе, главное правило одно у нас. Если ты хочешь свободно совершенно чувствовать себя в социальных сетях, если хоть как-то ты считаешь, что банк, как работодатель, тебя сковывает, не указывай место работы. И живи спокойно. Если ты указал место работы, значит, ты должен понимать ответственность, так сказать, в соответствии с правилами, кодексом корпоративной культуры, ввести себя в социальных сетях. За неправильное поведение в социальных сетях за все 12 лет работы я только единожды уволила сотрудника пресс-службы. Потому что уволила. Один раз. Точка. Все. Я знаю компании и большие банки, где, в принципе, вообще запрещены, если ты указываешь место работы, фотографироваться с бокалами, на корпоративах, там, я не знаю, в развязных позах, с большим декольте. Это абсолютно, ну, то есть, в компании это знают. Не нравится? Не указывай место работы, живи спокойно. Все. Других правил нет. У нас очень демократично в этом плане. А я хотела бы обратиться к ранее, вернуться, вернее, к ответу ранее, по поводу влияния социальных сетей и вообще стилистики социальных сетей, языка этого на нашу жизнь. Недавно просто, я на себе это ощущаю, когда мне присылают тексты на согласование, на публикацию, когда у меня в интервью было все просто разбросано, эмоджи, в частности, улыбающиеся смайлики, и на мой вопрос к корреспонденту, который студент, по-моему, там, второго или третьего курса, что это такое, мне сказали, ну, так спикер же улыбался. Я, конечно, мягко говоря, была шокирована, но я понимаю, что, кажется, это начинает потихоньку побеждать. Но я не готова через 10 лет читать комсомолку, например, передовицу со смайликами в заголовке. Вот как тоже ваше мнение по поводу вот этого влияния, проникновения вот этой культуры? Да я спокойно к этому отношусь. Помните, гуляла такая картинка в соцсетях, когда наскальные росписи, там какие-то, потом алфавит, а потом смайлики, очень похожие на наскальные росписи. Но это, наверное, вот к чему человечество идет. Меня это абсолютно не смущает, более того, я хочу сказать, что когда я переписываюсь с президентом нашего банка, Михаилом Михайловичем Задорновым, и даже деловым, но я впишу ему статус, что надо сделать или что сделано. А в конце пишу, хорошего дня, Михаил Михайлович, ставлю смайлик. Да это переписано, а то статья. Вы знаете, мне кажется, что все настолько унифицировано сегодня, ну, меня бы это не смутило. Но я посмотрела бы в комсомольском. Просто я, знаете, как, я давно уже бумагу не читаю. Я сегодня летела в самолете, вот взяла РБК, бумагу в руки, а в интернете это вроде как само собой. Не смущает. Еще один вопрос. Есть такой банк, его все знают, у него есть свой журнал. И по сути этот журнал, это способ наладить коммуникацию с аудиторией. А вы, во-первых, как вы это оцениваете, а во-вторых, вы ставите перед собой задачу как-то контактировать со своими клиентами, не только со СМИ. Ну, хорошо. Можно я вам задам вопрос? Скажите, пожалуйста, а какие каналы коммуникации вы вообще знаете? Ну, социальные сети, допустим. Какие? Внутренние и внешние? Ну, если мы говорим о клиентах, то, наверное, внешние. Да, клиентах внешние, да. Хорошо. Вы спрашиваете, нужен ли журнал, извините, я не... или... Да, ну вот нужен ли сам по себе журнал, и если... ну, может быть, вы как-то по-другому предпочитаете общаться со своими клиентами? Знаете как, журнал я вижу... вообще к бумаге не очень хорошо отношусь, но если в вип-офисах банка или компания или лежит хорошо изданное бумажное что-то, ну, журнал, да, это, наверное, неплохо, потому что это своеобразный способ донести что-то до клиента. Ну, я считаю, что все-таки это уже, ну, будем честно говорить, уходит в историю. Извините, вы, кажется, немного меня неправильно поняли. Я имею в виду Тинькофф журнал, они же ведут свой сайт, где, по сути, повышают финансовую грамотность своих клиентов, и разговаривают о темах, которые не сильно связаны с их брендом, но сильно связаны с финансами. Вот я об этом, да. Ну и хорошо. То есть вопрос в том, заключается, нужно или не нужно эту клиенту. Ну, видите, если вам интересно, то, наверное, это нужно. В Тинькофф журнале работает Илья Александров, бывший выпускник пресс-службы банка ВТБ-24, он ведет этот проект. Я считаю, что если клиент, ну, как, пусть будет, если ребята, наверное, скажу так, перед тем, как запустить этот проект, то есть провели какие-то исследования, опросы, это вообще основа, знаете, как гигиенический минимум в любом проекте. Провести, сделать какую-то аналитику, опрос и понять, нужно или не нужно. И если нужно, то как? И если Тинькофф решил, а они, ребята, прошаренные, выпускают журнал, значит, это оправдано. Я думала, что вы спрашиваете про корпоративные издания, именно вот такие глянцевые, пафосные, допустим, какие есть, ну, например, ВТБ, да, банки. Ну, я считаю, что с точки зрения имиджевой, да, наверное, ВТБ два журнала. Один для клиентов, другой внутренний. Один энергия успеха, другой энергия команды. Энергия команды – это как внутренняя коммуникация, энергия успеха – это вовне для, ну, для клиентов. Не знаю, я бы не стала этим заниматься. Мне кажется, что он не оправдывает себя. А что-то похожее на Тинькофф журнал вы не планируете делать в своем банке? Нет. Хорошо, а насчет укрепления корпоративного духа и все такое? Насчет укрепления корпоративного духа у нас есть очень хороший портал, как средство массовой информации внутри банка. У нас в этом году будет запущена внутренняя социальная сеть на платформе до офиса. Она очень похожа на Facebook. Мы надеемся, что взлетит, потому что банк большой, порядка 24 тысячи сотрудников по стране. Их нужно объединять. Один портал не поможет. Ну, я считаю, что это не так плохо. Почтой, кстати, сказать, как каналом, знаете, такой неформальной коммуникации, мы стараемся не пользоваться, потому что это, ну, мы считаем правилом дурного тона. Только по делу. Никаких рассылок, все остальное в портал, во внутреннюю социальную сеть. Есть много закрытых групп на Facebook, суперзакрытые группы управляющих региональных, чатики в WhatsApp, так что думаю, что журнал это уже более, чем достаточно, наверное. Не нужно. Здравствуйте, меня зовут Чинаева Наташа, я студентка первого курса направления медиакоммуникации. И я бы хотела спросить про ваш первый опыт работы в плане журналистики. Работали ли вы во время обучения в университете или же после? Как вообще происходило становление вас как журналиста? Да, я училась, то есть я целенаправленно поступала на заочное отделение, потому что я уже работала в журналистике. Это была, я сама из Новгорода Великого, Новгородская газета студенческая. Как сказать, коллеги, ровесники помнят, что в каждом, я не знаю, в каждой области была газета какой-то комсомолец. Вот у нас была Новгородский комсомолец, газета, в которой я начинала работать. Со второго курса я, ну я вышла замуж, переехала в Москву и работала, была самым молодым редактором многотиражной газеты, был университет связи в Москве, он сейчас и есть. У нас бывала газета «За кадры связи». Мы шутковали и написали у нее лозунг «За связи без брака». Там у нас было «За кадры связи», «За связи без брака». А потом, когда я закончила университет, я сразу же пошла в вечернюю Москву работать. И как часто бывает с молодыми журналистами, ну, наверное, все через этот проход меня взяли в отдел писем. Внимание, газета «Вечерняя Москва», отдел писем, где надо было переписывать письма трудящихся, для того, чтобы их опубликовать. И, вы знаете, ну, даже не буду рассказывать, какие связи, в общем, знаете, там знакомый знакомого, кого-то знакомого говорит мне, «Слушай, ты знаешь, что в «Комсомольской правде» там вроде ищут человека, ты не могла бы, хочешь сходить?» Ну, мне терять было нечего после отдела писем в вечерней Москве. И я пошла туда, хотя мне было очень страшно даже на порог этой газеты ступить, потому что тогда была «Комсомольская правда», я не знаю. Знаете, по-стариковски скажу, что не то, что сейчас. Это было, я не знаю, это был, я не знаю, это было олимп журналистики в моем понимании тогда. Наверное, и было какое-то время. И я пришла вот через там, как это говорили в одной юмористике, через завсклад, через товаровед, вот к тому человеку, который кого-то там искал в «Комсомольской правде». И мне сказали, ну, знаете, как обычно бывает в больших редакциях, «Ой, ну, слушай, иди, вот напиши там про что-то», и человек исчезает, и ты рад. Это я уже потом, это я уже по себе. Ну, и на «отвяжись, сиди там». А я вернулась, а я вернулась, написала. Они, да, там что-то подчеркали. Ну, хорошо, иди, еще дальше послали там, иди про это напиши. И опять надеяться, что я не вернусь. А я вернулась и написала. И вот на третий раз, то есть это было первый раз в ноябре, когда я пришла от отчаяния, уже не знаю, что делать с моей вечерней Москвой. И это было в ноябре, а с 1 января меня пригласили в штат. За два месяца я смогла как-то им понравиться и доказать, что я что-то могу делать, так сказать, в первом приближении в журналистике. И когда я пришла в вечернюю Москву, у нас был такой старый-старый, как-то часто бывает такой старый дядечка-редактор, убеленный сединами, я говорю, «Герман Александрович, вы знаете, вы меня простите, пожалуйста, но я ухожу в комсомольскую правду». Он говорит, «Анечка, если бы мне в вашем возрасте сделали такое предложение, я бы не думала ни минуты». И подписала мне заявление. Ну и вот так. А потом все выше, выше, и выше. Ну, кстати, чтобы вы узнали, насколько это вот серьезно, вы одел писем, вспомнили. Вот надо себе представить, что такое действительно в городской газете. Я вот «Вечерний Казань» начинал, да, и одел писем. Это же ежедневно от 600 и более писем. Ежедневно мешок такой был. Мешок просто приносили для женщин, они тащили на себе это все. Потом это все как-то разбиралось, а потом это отдавалось несчастным корреспондентам, которые мало того, что должны были это прочитать, они должны были ежедневно из этого сделать просто политру народного негодования или, наоборот, восторга в зависимости от того, какую задачу ставил редактор. Это безумно трудная работа, поэтому, услышав отодел писем, то, что здесь… Ещё раз аплодисменты. Знак руки не вижу. Я бы потом хотела попросить вас всё-таки обозначить ключевые именно пожелания, наверное, первые. Я уже услышала от вас, нашим студентам, настойчивыми быть, возвращаться, несмотря на то, куда вас послали. Как далеко. Это очень хороший приём. Проходили, знаем. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я студентка первого курса направления медиакоммуникации. У меня такой вопрос. Вот вы сейчас говорили о том, что у вас были трудности перед тем, как вы вышли на такую высокую должность. И было ли у вас желание бросить всё и вообще уйти в параллельную вселенную, можно так сказать, но заниматься вообще параллельной журналистикой делом? И вообще было ли у вас вообще желание создать своё издательство, ну вообще какой-нибудь журнал открыть? Анастасия, я скажу больше. У меня это желание 2-3 раза в неделю точно накрывает. И до сих пор. Поэтому, да, периодически это бывает желание. Но ты знаешь, я не про издание. Я думала о том, что если бы в своё время я, уйдя из журналистики, не пошла в пиар, то я бы, наверное, какую-нибудь свою тренинговую компанию открыла. Вот мне это более интересно. Я думала, что у меня был бы какой-то бизнес. И, скорее всего, связанный с консалтингом и с тренингом. Поэтому периодически я на эту тему всхлипываю, провожу тренинги в компаниях нашей группы, как общаться, рассказывают топом, как общаться со СМИ, как держаться перед камерой, какие бывают подводные камни. Хожу на встречи с журналистами. Так что я считаю, что это на праве рефлексии вполне себе нормально. Просто, понимаете, когда человек сомневается, обычно не сомневаются непрофессиональные люди. А профессиональные люди, они всё время рефлексируют и сомневаются на какие-то темы. Поэтому это вполне нормально для каждого. А ещё вот такой вопрос. То есть это ваше основное хобби, по которому вы откликаетесь от забот? Или есть что-то ещё подобное? Может быть, вы занимаетесь фотографией, либо видеопроизводством. Просто лично я хочу с этим связать свою жизнь, будущую. Поэтому спрашиваю. Ты имеешь в виду фотографии или видеопроизводства? Ну да, просто фотография тоже, ну как бы вид журналистики, с одной стороны. Вы хотели вообще заниматься этим когда-нибудь? Нет, фотографии точно нет. Дальше айфона моё искусство, так сказать, не продвинулось здесь. Хотя, да, я очень люблю фотографировать всё подряд. И потом очень какие-то интересные штуки всплывают со временем. Нет, знаете, чтение нельзя назвать хобби. Я очень люблю читать, я очень люблю зарубежную литературу. Потому что мне настолько надоела наша действительность. Хочется иногда прочитать про что-то другое зарубежное и совсем-совсем не наше. Хотя наших, конечно, авторов тоже читаю. Я играю в нарды, я очень азартный игрок, именно в нарды. И я пишу тексты. Я сама, я думаю, что может быть рано или поздно из них будет составлена книга. Я пишу зарисовки о людях, очень короткие. Правда, у меня, знаете, как у любого автора начинающего, тоже бывает рефлексия, когда я их перечитываю месяца через два, через три. Я один раз даже книжку написала про разных персонажей в нашем банке. И подарила Задорнову ее. И как он отреагировал? Смеялся. Я подумала, что я издам потом просто про типажи. Но это, скорее всего, знаете, из серии «Гимнастика для мозга». Потому что я считаю, что и буду повторять это и студентам, и своему сыну, и своим сотрудникам, что обязательно нужно писать. И я одно время летовала и сказала, что я не приму ни одного нового сотрудника в пиар и в коммуникации, который не работает в социальных сетях, не пишет, не торчит там и не знает, чем они живут. Потом я, конечно, смягчилась, потому что поняла, что насильно-то нельзя, наверное, заставить. Но все равно, когда я рассматриваю кандидатов на ту или иную позицию себя, я обязательно смотрю на то, пишет он или нет, и как он пишет, именно что. Мне неинтересно. Ну, в смысле, там, что, ой, ах ты, боже мой, там, я не знаю, написал репортаж с нудийского пляжа. Нет. Мне главное смотреть, как качественно это сделано. Я вот тащусь от редакторской работы, от того, как, знаете, когда читаешь клевый текст, не свой, я подписываюсь на людей, которые хорошо пишут. Вот в это, наверное, тоже часть хобби, скажем так. Для человека, который приходит на работу в 9, уходит в 10, это, по-моему, вечера. Это не так плохо. И еще, и на мой вопрос, а как вы относитесь к блогингу? Я повторю в микрофон, потому что идет запись. Как вы относитесь к блогингу? А можно вопрос, а чем блогинг отличается от просто писанины в социальных сетях? То есть ты на какую-то тему постоянно пишешь, вот ты пишешь. Это хорошее дело для того, чтобы заработать деньги. Но мне скучно читать блоги. Знаете, я подписывалась несколько раз на разных-разных людей, блоги, которых мне рекомендовали. Но я как читатель, мне скучно читать блоги, потому что люди забивают себя обычно в какую-то одну тематику. Блогер, который пишет про ювелирные изделия, или блогер, который пишет про кошек. Они какие-то очень узконаправленные эти ребята. Поэтому как метод зарабатывания денег я могу это допустить. Как потребитель этой продукции мне это неинтересно. Мне нравится много разного и необязательно блоги. Любой хорошо написанный текст небольшой доставляет мне удовольствие. Я бы попросила вас резюмировать. Тогда вот все-таки перед пожеланиями, вы просто уже начали тему, чтобы она завершилась. И тем более это вот как раз будет интересно. Все-таки, как начать этот жизненный профессиональный путь? Какой? Значит, уже услышали, да? Прийти и сказать, я хочу зарабатывать вот столько, не симпатично. Не есть лучше начало пути. Это, собственно, и есть. Хотя, вообще, а сколько прилично попросить? Аля Дути такой вопрос, да? А сколько? Ну, надо среднюю зарплату в регионе посмотреть. Ну, так в Москве это симпатичное, в общем, среднюю. Средняя зарплата в регионе и чуть-чуть поменьше. А тут 18 тысяч, вы сказали, как-то при средней там, в общем. Ну, нет, это было, знаете, сколько лет. Это уже было лет 10 назад. Ну, вот, как, с вашей точки зрения, какие шаги должен предпринять потенциальный сотрудник, начинающий, для того, чтобы понравиться хорошему работодателю, попасть к нему на заметку? Ну, прежде всего, прежде всего, конечно, когда вы идете устраиваться на работу, в компанию, любому работодателю польстит ваше знание об отрасли и об этой компании. Потому что, ну, мы вот вредные такие, мы на собеседовании. А что вы знаете о банке открытия? А какое он место занимает в банковской системе? Или там, в ТБ-24? А что это за банк? А в каких регионах он работает? Ну, там, допустим. Потому что, ну, если скажут, ой, вы знаете, я вообще хочу работать в банке. Ну и хоти. Нужно показать, почему тебе интересна отрасль. Почему тебе интересен конкретно этот работодатель. Поверьте, что ни один работодатель, ну, я думаю, по крайней мере, так по себе сужу, не осудит вас за отсутствие опыта. И когда вы честно скажете, что да, я вот пытался там, где-то публиковался, кто-то делал, в таких-то проектах участвовал. Мне интересно, никто не скажет, не укажет вам за дверь, на дверь. Надо показывать желание работать и учиться, и интерес выказывать к данной конкретной компании. И если вы перед собеседованием пошарите по интернету и посмотрите, там, а, я читал книжку, я не знаю, там, по корпоративной культуре, пепси-колы, вот там говорят, а я, знаете, вообще балдею от этого. Они расставят, скажут, что здорово, так ты еще и так глубоко копнул. Вот не надо стесняться, понимаете, у всех у нас было такое время, когда у нас не было опыта. И мы приходили, говорили, а возьмите меня, и готовьтесь к тому, что он скажет, ну, ладно, иди там вот, понаклеивай, я не знаю, там, на пепси-колу ярлычок. Или, ну, иди там заметку какую-нибудь напиши, я не знаю. О том, как в метро турникет не работал. Настойчивость, умение показать, что вам интересен этот работодатель, огонь в глазах, и на самом деле все должно получиться. Все, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова